Здравствуйте, дорогие первоклассники! Я очень рада нашей новой встрече на уроке естествознания. Вас ждут новые знания, исследования и открытия. Тема нашего урока «Что такое космос?». Сегодня на уроке мы с вами узнаем, что такое космос, что изучает наука астрономия. Также научимся ориентироваться в звёздном небе. А сейчас отгадайте загадку. Слушайте внимательно. Правильно, это космос. А что такое космос? Космос – это пространство, у которого нет границ. Запомните! Сейчас предлагаю вам совершить путешествие в космос и узнать, что там находится. Для этого выберите транспорт. Рассмотрите картинки. Самолёт, вертолёт, воздушный шар, ракета. Какой транспорт нам больше всего подходит? Правильно, в путешествие отправимся на ракете. Итак, отправляемся на ракете в космос и исследуем его. Исследовать космос нам помогут загадки. Бегают вокруг огонёчка шесть сыночков и две дочки. Промелькнут года и дни, но не встретятся они. Правильно, планеты. Сверкая огромным хвостом в темноте, несётся среди ярких звёзд в пустоте. Она не звезда, не планета, загадка вселенной. Правильно, комета. По тёмному небу рассыпан горошек цветной карамели и сахарной крошки. И только тогда, когда утро настанет, вся карамель-то внезапно растает. Правильно, звёзды. Правильно, ребята, это метеориты. Молодцы, вы правильно разгадали все загадки. Планеты, звёзды, кометы, метеориты – это космические тела. Они находятся в космосе. Запомните. А какая наука изучает космические тела? Эта наука называется астрономия. Астрономия – древняя наука о небесных телах, их строении, движении. Слово астрономия произошло из двух греческих слов. Астрон – звезда, номос – закон. Астрономия переводится как закон звёзд. А для чего нужна астрономия? Давайте проведём исследование. Астрономия в древности. Рассмотрите следующие картинки. Наблюдая за Солнцем и Луной, древние египтяне создали первый солнечный календарь. Для кого он был нужен? По этому календарю земледельцы определяли, когда наступит тепло или придут холода. По звёздам ориентировались мореплаватели. Они определяли путь передвижения в морях и океанах. Также звёзды помогали охотникам. Они освещали им путь. А что такое созвездие? Ещё в древности люди научились выделять на небе группы ярких звёзд, которые создавали разные узоры созвездия. Рассмотрите звёздное небо. Понаблюдайте. Что вы видите? Это созвездия. На что они похожи? Люди дали им название. Весы, близнецы, лев, телец. С помощью созвездий люди стали ориентироваться в звёздном небе без специальных приборов. Люди создали множество легенд и мифов о созвездиях. Послушайте один из мифов. Близнецы – третий знак зодиака. И первый, символом которого являются люди. Миф о близнецах связан с Юпитером. В этой истории предметом его любви становится красавица Леда, жена короля Спарты Тиндерея. Юпитер обратился в великолепного лебедя. В этом облике ему удалось покорить красавицу Леду. В этом удивительном союзе появилось четверо детей. Два брата – Кастр и Полукс. И две сестры – Елена Троянская и Клетимнестра. Бессмертными потомками бога являлись Кастр и Полукс. Близнецы выросли сильными, ловкими и неразлучными. Кастр прославился своим умением укращать диких коней. Полукс признан как непобедимый кулачный боец. К несчастью, Кастр погиб в сражении. Ничто не могло утешить Полукса. Наконец он отправился к своему отцу Юпитеру и попросил его вернуть Кастр к жизни. Взамен Полукс согласился принести себя в жертву. Юпитер вознаградил братьев за их любовь и привязанность, отправив обоих на небеса в качестве звезд. С тех пор они вечно сияют в созвездии близнецов по соседству друг с другом. Проведем Блиц-турнир Космос. Проверим знания, полученные на уроке. Проверим правильные ответы. Вопрос первый. Космос – это? Правильный ответ – Б. Пространство без границ. Вопрос второй. Космические тела – это? Правильный ответ – А. Планеты, звезды, кометы, метеориты. Вопрос третий. Астрономия – это наука О. Правильный ответ – В. Небесных телах, их строении, движении. А сейчас оцените свою работу на уроке. Выберите космическое тело. Планета. Я доволен своей работой на уроке. Все понятно. Звезда – были некоторые трудности при выполнении заданий. Комета – не было трудно, многое осталось непонятным. Если вы выбрали планету, вы молодцы. Если комету, то к теме урока нужно будет вернуться еще раз самостоятельно. Наш урок подошел к концу. Сегодня мы узнали, что такое космос, что изучает наука астрономия. Научились ориентироваться в звездном небе. Я уверена, что вся эта информация поможет вам выполнить еще одно задание, но уже самостоятельно. Изучите материал по теме «Что такое космос» на страницах 50 и 51. Выполните задание «Исследуй» на странице 51. Выберите несколько созвездий для книги мифов. Соберите необходимую информацию. Нарисуйте иллюстрацию и придумайте обложку. Спасибо всем! Я с нетерпением буду ждать нашу новую встречу на самом интересном и познавательном уроке «Естествознание». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова